Харви Ванштейн был не только продюсером многих фильмов Тарантино, но и его другом на протяжении 25 лет, видимо. Именно поэтому Квентин выступил с комментариями этого скандала только сейчас. Он признался, что обо всем знал, и теперь ему очень стыдно за то, что он так долго молчал и продолжал работать с Харви. В заключении он призвал изменить отношение к женщинам в Голливуде. Фигурантка списка Ванштейна Люпита Неонга написала открытое письмо в New York Times, в котором рассказывает, как познакомилась с киномагнатом за несколько лет и до съемок фильма «12 лет рабства», принесшего ей мировую известность и премию «Оскар». Люпита призналась, что еще и до встречи с продюсером слышала о его своеобразном характере, но его поведение все же стало для нее неожиданностью. Харви, конечно же, сразу начал приставать к молодой актрисе, обещая голокружительную карьеру и предлагая совместную работу после ее победы на «Оскаре». Но Люпита отказалась. Марго Робби вот уже больше месяца активно занимается продвижением своего нового фильма «Я, Тони». Она ездит по фестивалям, посещает премьеры и дает интервью. Но первый тизер фильма появился только сейчас. В картине рассказывается история американской фигуристки Тони Хардинг, чья карьера в фигурном катании закончилась громким скандалом. Начиналось все хорошо. Тони выиграла чемпионат США, стала серебряным призером чемпионата мира и вошла в историю американского фигурного катания, как спортсменка, впервые выполнившая тройной аксель на соревнованиях. Но, несмотря на такие успехи, зависть и соперничество большого спорта привели к печальным последствиям. Тони и ее бывший муж наняли человека, чтобы тот сломал ногу сопернице Хардинг – фигуристки Нэнси Керриган. Фестивальная премьера фильма «Я, Тони» состоялась в сентябре в Торонто. Мелани Гриффит призналась, что уже несколько лет страдает от эпилепсии. Один из самых сильных приступов у нее случился на пляже в Каннах, куда она приехала на кинофестиваль. Актриса также уточнила, что впервые болезнь настигла ее в браке с Антонио Бандерасом, но после развода количество приступов заметно снизилось. Таким образом, Мелани в очередной раз намекнула на тяжелый характер своего уже бывшего мужа. Напомню, что пара развелась три года назад после 18 лет супружеской жизни.